5, 4, 3, 2, 1, time to start Юджинки, я выкройвали, я выкройвали а все у меня есть и кислород у есть и пушка подводная даже есть а знаете, почему погружается? и минута холодно суть игры Аргосы 2325 проста в не таком уж и далеком 2172 году наша многострадальная планета подверглась бомбардировке метеоритов Результатом чего явилась ядерная зима И тогда люди решили перебраться под воду Но потом появились пираты, набезобразничали и в конце концов сильно надоели правительству Которое решило снарядить сверхмодную подводную лодку «Арго» на борьбу с преступниками Вам доверят всего лишь скромного морского ястреба Такой небольшой и маневренный подводный истребитель, приквартированный к «Арго» Этот-то агрегат и предстоит использовать в игре для всевозможных целей Да, подводная война — это занятие для флегматиков Недели как-нибудь поскорее, что-то засну сейчас Нитья скоростей, всё тихо, размеренно Полундра, водоворот Ребята, выправляй! А самое обидное — это вот эти водовороты Чёрт, всё бы началось, если бы не они При этом становишься сам совершенно беспомощной игрушкой Которую проклятый враг непременно расстреляет с мерзкой улыбочкой на своей поганой пиратской роже О! Залп! Вообще, честно говоря, видов оружия в игре не просто мало, а очень мало Жалкая троица — плазменная пушка, торпеды и мины Торпеды и мины стоит поберечь на особый случай А плазменную пушку можно расходовать не жалея, она бесконечная Кроме того, очень утомляет плыть над однообразным дном, сопровождая какой-нибудь предмет до определенной точки и убивая по пути кислотно раскрашенные субмарины Радует только, что речь и звуки очень хорошо отработаны, да и музыка не подкачала Подведем, где утешительные итоги Скорости бизерные, оружие кот-то плакал, играбельность так себе О! А кто, для того, кашель, насморк и температура О! Я же говорил, Ходан, да А вы все, погружайся и погружайся Так вот, системные требования тоже так себе, вот так вот Системные требования Pentium 233, 64 мегабайта памяти, 3D-ускоритель